Сегодня днем в районе горы Волчиха по обеим сторонам трассы Пермь-Екатеринбург вспыхнул еще один крупный пожар. Пламя быстро охватило кроны деревьев, пожар превратился в верховой. С места ЧП репортаж Екатерины Котельниковой. Первое сообщение о пожаре на горе Волчиха на пульт дежурного городской диспетчерской службы поступило во втором часу дня. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что стена огня вплотную подобралась к трассе Пермь-Екатеринбург со стороны Ревды. Из-за ветра пламя перекинулось через дорогу, после чего загорелся лес и на территории Первоуральского городского округа. На место выдвинулись пожарные расчеты лесничие сотрудники авиалесоохраны и спасатели из Ревды и Первоуральска. Пожарные оценивают обстановку как крайне сложную. Помощи запросили у пожарных дружин предприятий Ревды и Первоуральска. Дым от пожара двинулся на Первоуральск. Жителям Талицы, Магнитки, Первомайки и совхозы Первоуральский рекомендуют закрыть окна и двери и не выходить на улицу. Как сообщили в службе 112, огонь представляет реальную угрозу коллективным садам, расположенным в районах железнодорожных станций Пионерская, Спортивная, Флюс, а также непосредственно на горе Волчиха. О, тут уже пепел залетал над садом. Так что придется пока рулить мне тут. Черт не знает, что загорится. На трассе Пермь-Екатеринбург от Своротки на Первоуральск до развязки на дружине на Первомайское ГИБДД перекрыло движение. К опасному участку не пропускают не только машины, но и пешеходов. Транспорт направлен в объезд через Белимбай. К тушению пожара приступил вертолет МЧС. Ожидается прибытие вертолета Росгвардии и пожарного поезда. По последним данным, площадь пожара уже достигла 50 гектаров и продолжает расти. Сейчас огнем борются 70 человек и 12 единиц техники. По поручению губернатора на место ЧП выехал глава Первоуральска Игорь Кобец. Екатерина Котельникова, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.